Коллеги, мы собрали вас сегодня. Вы можете пройти те, кто вот стоят, здесь есть еще места, по крайней мере, в 10 стульчиков, я вижу. Не стойте там, вам будет неудобно. Мы собрали сегодня вас для того, чтобы рассказать о том, как идет реализация федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями, что у нас уже сделано, что нам предстоит сделать в ближайшее время и в последующие годы. Эти вопросы чрезвычайно важны и нужны, поскольку эта вся деятельность предполагает значительное финансирование, в том числе из федерального бюджета. И от нас ожидают беспрецедентных, не побоюсь этого слова, результатов, которые мы тоже должны будем с вами добиться любыми способами. Итак, для понимания общего, у нас есть порядка 14 национальных проектов, из которых нас... Не фотографируйте, все будет доступно у организаторов, из которых два имеют ключевое значение для нас с вами сейчас. Это национальный проект здравоохранения, состоящий из восьми федеральных проектов, и национальный проект демографии. Национальный проект здравоохранения у нас состоит из восьми федеральных проектов, из которых четыре основных, четыре сопровождающих, сервисных так называемых. И к нам с вами имеют отношение практически каждый из них, потому что развитие системы первичной медико-санитарной помощи имеет непосредственное отношение к результатам диспансеризации и скрининговых программ. И из этого контингента, который мы собираем с вами в результате реализации программы диспансеризации по новому приказу и скрининговых программ, формируется наш контингент, с которым мы будем работать в ближайшее время. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже имеет к нам непосредственное отношение, потому что это альтернативные цифры нашей с вами смертности. Борьба с онкологическими заболеваниями – это то, чем мы будем с вами заниматься в ближайшие шесть лет. И развитие детского здравоохранения тоже нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, управление качественной медицинской помощи мы будем развивать с вами в онкологической службе, в том числе и в рамках федерального проекта. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – это один из самых болезненных вопросов онкологической службы, об этом я отдельно скажу. И создание единого цифрового контура, который нам сегодня представит Инна Викторовна – это тоже одно из приоритетных мероприятий федерального проекта, который позволит нам наконец увидеть, какое число пациентов реально нуждается в нашей помощи, как мы будем прогнозировать объемы медицинской помощи, объемы лекарственных препаратов, развивать наш коечный фонд, кадровые ресурсы и так далее, и планировать нашу деятельность. И развитие экспорта медицинских услуг – это новое для нас направление, о котором расскажет Анастасия Юрьевна. Я думаю, что тоже вам будет интересно. Итак, поскольку тема у нас все-таки стоит с вами – мониторинга, я буду периодически возвращаться к системам мониторинга и к отчетности федерального проекта, но моя задача сейчас все-таки рассказать вам о том, как у нас реализуются мероприятия федерального проекта и что нас ждет в ближайшее будущее. Итак, контрольные точки. У нас в федеральном проекте есть несколько контрольных точек в 2019 году, которые мы должны непременно выполнить и которые выполняются в день наступления контрольной точки. Ближайшая контрольная точка – 1 июля, в которой мы ожидаем от вас утвержденные региональные программы борьбы с онкологическими заболеваниями, и ожидаем документ, нормативно-правовой акт, постановление правительства регионов, который утверждает эту региональную программу, и сопроводительное письмо на имя Евгения Геннадьевича Камкина. Все это мы ожидаем до 1 июля, то есть 28 июня – последний день, когда это можно будет предоставить. В ближайшие дни будет направлено в субъекты телеграмма за подписью Татьяны Владимировны Яковлевой, которой будет все это разъясняться. Далее. Ежемесячно мы ожидаем от каждой онкологической службы, точнее от каждого органа управления здравоохранением офиса регионального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями, от каждого офиса мы ожидаем отчет в электронной форме, сейчас это перешло все в электронную форму, к счастью, по приложению 6. Кто не знает, приложение 6 – это список оборудования, закупаемого в рамках федерального проекта. То есть то, что вы уже купили, там должно быть указано. Отчет по Центрам абулаторно-онкологической помощи, в который указывается наименование медицинской организации, в которой открывается ЦАОП, указывается срок открытия ЦАОП, указываются реквизиты нормативно-правового акта об открытии ЦАОП, и указывается планируемая, или если вы уже открыли ЦАОП, то фактическая потребность в персонале – врачи-онкологи и средний медицинский персонал. Показатели отчетов о расходах в электронном бюджете – это то, что касается движения денежных средств в исполнении ключевых точек. Нужно сказать, что, к сожалению, формирование мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в электронном бюджете не завершено. Поступает много вопросов, почему мы не можем завершить формирование наших мероприятий. Это именно связано с этим, потому что на региональном уровне завершить формирование мероприятий в незавершенном федеральном проекте невозможно. Это связано с тем, что в ближайшее время будут внесены изменения в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», связанные с переспределением финансовых средств. Поэтому на данном этапе незавершение формирования мероприятий федерального проекта связано с тем, что это все остановлено Минфином. Именно в связи с тем, что будут в ближайшее время изменения. Далее. Ежеквартально. Ежеквартально мы ожидаем от вас, согласно приложению 3, к соглашению ваших субъектов с Евгением Геннадьевичем Камкиным, отчет по деятельности ЦАОП, то есть то, о чем я сказала. Вы можете предоставлять их ежемесячно, если вы имеете такую возможность в электронной форме. Но вы обязаны это делать ежеквартально, присылая нам отчет, сопроводительное письмо. Каждая страница отчета и сопроводительное письмо отдельно должно быть заверено подписью ответственного лица. Дата стоит та же самая, которая указана в соглашении. То есть первое число. Отчет по ЦАОПам я сказала. И по работе вашего координационного центра. Ежеквартально также предоставляется отчетность по реализации самого проекта в электронном бюджете. Далее ежегодно. Ежегодно мы будем делать отчет на федеральном уровне о том, как мы осуществляем организационно-методическую поддержку регионов в реализации их программ. У нас создан с 1 апреля координационный центр, руководителем которого я являюсь. И этот координационный центр обязан отвечать на все ваши вопросы, которые возникают у вас при реализации федерального проекта и ваших региональных программ. Дальше я остановлюсь более подробно, какие из сотрудников отвечают за какое направление. Но в данном случае это вот так. Мы обязаны в рамках нашей деятельности заниматься не только методической поддержкой вашей деятельности, реализацией ваших региональных программ, но также и носить предложения об изменениях в федеральный проект, в региональные программы. Если мы видим, что какие-то мероприятия, проекты неэффективны или требуется дополнительное финансирование, перераспределение денежных средств и прочее, мы должны об этом сказать. И эти предложения дальше будут утверждены постановлением правительства и будут изменены. То есть я хочу, чтобы вы услышали меня в том плане, что та программа, которую мы сейчас с вами написали, борьба с онкологическими заболеваниями, которую мы сейчас утвердим постановлением правительства субъектов, она не будет неизменна в ближайшие 6 лет. Это невозможно. Поэтому мы будем вносить изменения как в федеральный проект в ближайшее время, так и вы, ваши региональные программы, как минимум раз в год, можете вносить изменения. В том числе связанные с финансовыми обязательствами. Кроме того, мы будем готовить информационно-аналитические материалы как для министерства, так и для правительства и других заинтересованных ведомств. И для широкой публики о том, как идет реализация федерального проекта, потому что это чрезвычайно интересно. Простите. Некоторые контрольные точки первого квартала, точнее уже, можно сказать, первого полугодия, мы уже выполнили. В частности, нами были собраны проекты региональных программ. Некоторые субъекты очень ответственно поднеслись к этому вопросу и присылали 5-6 версий региональных программ. В результате нужно сказать, что мы получили 85 качественно доработанных проектов, которые сейчас и ушли на утверждение. Но еще раз повторяю, что в эти региональные программы можно и нужно будет вносить изменения, потому что сейчас очень трудно определиться на ближайшие 6 лет, где именно стоит открыть САОП, как он будет работать. Потребуются изменения в маршрутизации пациентов. У нас будет увеличен за эти 6 лет с вами контингент значительной степени. Поэтому это все потребует определенных доработок. Сотрудники координационного центра будут выезжать в каждый субъект. Нам поставлена задача, что мы должны посетить каждый субъект. Один сотрудник будет из отдела методической поддержки, второй сотрудник из отдела аналитики. И на месте будем смотреть, как идет реализация федерального проекта на местах. И в чем-то, может быть, мы будем вам полезны. Нам поставлена задача Министерством здравоохранения, в том числе и собирать наилучшие практики, которые реализованы в субъектах. Например, такие, как электронный контроль маршрутизации Свердловской области, электронная система, которую вы все прекрасно знаете. И такие подобные практики мы будем тиражировать на другие регионы, рассказывать, объяснять, как это сделать, потому что цель наша очень амбициозная. Добиться ее без определенных структурных изменений будет невозможно. Возвращаемся к мониторингам. Мониторинг показателей. У нас с вами есть основной показатель. Это снижение смертности и три дополнительных, которых вы прекрасно знаете. Мы очень долго спорили с Министерством о том, что не следует делать эти мониторинги ежемесячными, что на основании этих данных очень трудно принять управленческое решение или такие показатели, например, как доля пациентов, состоящие на учете 5 лет и более, не может мониторироваться ежемесячно. Но, простите меня, это не удалось. Поэтому мы придумали вот такие показатели, цифры которых находятся в канцерорегистре. Сейчас у нас дорабатывается система ИАС-канцерорегистр, которая будет автоматически заполнять эти показатели. Чтобы вы понимали, вот эти все показатели, они заполняются в электронном виде. Их не нужно вносить на бумажки, присылать заверенные руководителям органов управления здравоохранением в координационные центры ежемесячно. Нет. Это будет информационная система, куда заходит ответственный человек, вносит эти данные и на месяц освобождается от какой-либо еще деятельности в этом плане. Мы сделали эти показатели такими, как вы видите на слайде, для того, чтобы не было фактора ошибок. Вы видите, что здесь нет доли пациентов, состоящей 5 лет и более, здесь нет одногодичной летальности, здесь есть конкретные цифры из канцерорегистра. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок и для того, чтобы впоследствии у нас наши данные мониторинга совпали с данными седьмой отчетной формы. Вот ответственные люди, которые будут отвечать за мониторинги. Михаил Юрьевич обещал сделать информационную систему на стройку к канцерорегистру, которая будет рассчитывать их автоматически. Дальше. Мониторинг, открытие ЦАОП. Что касается центров амбулаторной помощи, коллеги, я вас предупреждаю сразу, что открытие центров амбулаторной помощи, или ЦАОП, как мы их называем, это приоритетное мероприятие федерального проекта. К нему приковано очень большое внимание. И не только Министерство, но и Народного фронта, Государственной думы и других заинтересованных организаций. Поэтому, если вы открываете ЦАОП, будьте готовы к тому, что к вам приедет координационный центр, Евгений Геннадьевич Камкин, Илья Юрьевич Шелькрот и другие заинтересованные люди, Народный фронт и так далее. И будет смотреть, соответствует ли концепция вашего ЦАОПа, той концепции, которую предлагал Минздрав, и тому письму, которое было направлено с разъяснениями от имени Татьяны Владимировны Яковлевой. Все письмо получили. Кто не получил? Анастасия Юрьевна, обозначьтесь, пожалуйста. Анастасия Юрьевна, запишитесь, мы вам пришлем это письмо. В этом письме разъясняются основные моменты, связанные с открытием и деятельностью ЦАОП, которые необходимо предусмотреть, в частности, достаточный объем медицинской помощи и финансирование, которое заложено на деятельность этого ЦАОП в тарифном соглашении региона. Цифровой контур, включение Центра амбулаторной помощи в цифровой контур и ряд других моментов, которые являются существенными. По мониторингу ЦАОП ответственный сотрудник тот же самый, который по сбору аналитических данных. Я дальше, чуть-чуть позже его покажу. Значит, по отчетной форме вы можете видеть здесь, что обязательное наименование медицинских организаций нужно указать. Это на 2019 год форма отчета приложения 3. Но мы будем вам признательны, чрезвычайно признательны, если вы укажете на все 6 лет то, что вы планируете медицинские организации. Что касается врачей-онкологов, среднего медицинского персонала и фактической комплектованности кадрами. Это просьба Татьяны Владимировны Семеновой, которая занимается кадровой обеспеченностью, о том, чтобы регионы показали, помимо тех потребностей, которые они показывали ранее в врачах-онкологах, показали дополнительно потребность в врачах-онкологах для ЦАОП, чтобы она могла единой целевой программой, для подготовки онкологов обеспечить эти потребности. Поэтому это очень важно и нужно, если вы это покажете. Ближайшая точка – это до 10 июля подача квартального отчета. Поэтому чем точнее вы рассчитаете и укажете эти потребности, тем больше вероятность того, что вы получите этих врачей. Переоснащение. Здесь вы можете видеть нормативно-правовые акты, которые регулируют переоснащение медицинских организаций в рамках федерального проекта. Переоснащение у нас происходит в рамках иного межбюджетного трансферта, направляемого Министерством здравоохранения, органом управления здравоохранением регионов. И дальше уже ваши министерства, комитеты и департаменты направляют эти деньги вашим организациям для того, чтобы вы могли купить то, что вам необходимо. То, что указано в пятом приложении. Или, если у вас образуется экономия на этапе закупок, что-то еще. Что касается вот этого момента, о котором тоже задают очень много вопросов. Сейчас у нас легитимным является приложение 5, которое заключалось в феврале-марте месяце. То есть в феврале в 10-дневный срок после подписания соглашения с Камкиным. Но мы прекрасно понимаем, что есть ошибки в планировании, в технической документации, технические ошибки, экономия бюджета и многие другие факторы, которые заставляют вас передумать, купить иные предметы медицинского назначения, оборудование, которое вам необходимо. Это можно сделать. В ближайшее время будет направлено письмо тоже за подписью Татьяны Владимировны о том, как эта процедура будет оформляться. Но медицинским организациям будет дано право один раз в квартал. То есть в ближайшее время, скорее всего, мы успеем еще два раза внести изменения в приложение 5. И это можно будет и нужно будет сделать. И туда вы можете написать любое оборудование, которое вы считаете нужным, кроме купленного уже, конечно, в рамках 56-го Н-приказа. 56-й Н-приказ, из которого исключена 52-я позиция, появится в ближайшее время на регулейшн, новой редакции. Вместо 52-й позиции будет добавлена другая позиция. Так, вот вы можете увидеть, что у нас сейчас по отчетам 154 медицинские организации переознащаются в 2019 году с покупкой почти 4000 единиц медицинского оборудования. Пожалуйста, объявляйтесь на аукционы. Не ждите, когда придет дополнительное соглашение, формат дополнительного соглашения. В том, в чем вы уверены, вывешивайте на аукцион. У нас сейчас очень низкое расходование средств. Мы еле-еле отбили 100 миллиардов на лекарственную терапию обратно. Если нас еще лишат денег на оборудование, будет очень обидно. Мониторинг мероприятий федерального проекта. Это то, что касается оборудования. Вот так будет это выглядеть форма, в том числе и в электронной отчетности. Коллеги, я вам все эти формы дам. Ну что вы, это же все доступно. Это было в письме тоже Яковлевой, же разослана в регионы. Неужели вы не видели этих отчетных форм? Значит, здесь что? У нас мониторируется дата включения, план график закупок, дата размещения аукциона, номер даты размещения, дата контракта заключения. И далее вот здесь вот важный момент по поводу ремонта помещений, подготовки помещений, которые вы делаете за счет регионального бюджета. То есть вот эти деньги, которые направлены на оборудование, они запланированы только для покупки оборудования. Их нельзя направить на ремонт помещений. Ремонт помещений производится за счет регионального бюджета или средств медицинской организации. Это условие такое. Дальше. Планируемая дата поставки, ввода в эксплуатацию и так далее. И еще один важный момент – изменение маршрутизации. Есть опасения, что в момент переоснащения медицинских организаций, скажем, замены одного компьютерного томографа другим или установки для гамма-терапии одной вместо устаревшей другой, случится у нас коллапс с пациентами. И пациенты на это время будут лишены возможности лечиться или производить диагностические манипуляции. Вот этого допустить нельзя. Поэтому здесь написали такой момент, как ссылка на документ, подтверждающий корректировку маршрутизации пациентов, изменения, прилагается в PDF-формате. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Еще я прошу вас обратить внимание на то, что мониторинг использования оборудования, закупленное в рамках федерального проекта, будет производиться не только министерством, но и Росздравнадзором. Об этом решение уже принято. Это будет одно из всех изменений, которое будет внесено в федеральный проект. Кроме того, право мониторить использование оборудования будет у Народного фронта и еще в ряда общественных организаций. Чтобы оно у вас не стояло. Дмитрий Сергеевич отвечает за эту форму отчета, а также за форму отчета по ЦАОПу. Вы можете с ним связаться. Так, это что-то такое интересное. Значит, здесь я не буду на этом останавливаться. Здесь имеется в виду, что не надо допускать ошибок в отчете по шестому приложению. Шестое приложение, еще раз напоминаю, это приложение, которое показывает фактически закупленное оборудование. То есть здесь все должно быть четко. С первого по десятое число указывается первое число. Никаких изменений в пустографку, в эту форму отчетности вносить не допускается. И обязательно наличие подписи, печати уполномоченного лица. Так, это приложение 6. Как мы предоставляем отчеты в Минздрав? Отчеты в Минздрав для того, чтобы они вошли в систему электронного документа оборота, предоставляется через экспедицию. Если в том случае, если у вас напрямую нет электронной формы взаимосвязи электронного документа оборота с федеральным министерством, то только физическим образом, то есть направление почты России или курьером. Мы просим вас предоставлять отчеты на наши почты Еминздрав, онкологи мед.нет, Пчельников и Крылова. Это ответственные лица нашего координационного центра за получение отчетов. Так, это тоже понятно. То есть, если вы отправили по электронной почте просто отчет, то это нелегитимно. То есть, это либо через систему электронного документа оборота напрямую с Минздравом, в которой вы уверены, либо это физическое письмо заходит через экспедицию в министерство. Так, еще один важный момент. Я хочу вас сразу предупредить, что у нас очень пристальное внимание правительственных структур и общественных организаций приковано к реализации нашего федерального проекта. Я лично готовлю минимум два раза в неделю справку о реализации федерального проекта. Много справок по каждому из ваших субъектов, по федеральным округам о том, что вы покупаете, как вы планируете ЦАОПы и так далее, и так далее. Поэтому в связи с этим будьте внимательны. Если вы пишете на 2019 год 6 ЦАОПов, не надо через месяц присылать 15, а в следующем месяце опять 7, понимаете? Потому что это все идет в правительство напрямую, и потом вам же придется объяснять, почему вы запланировали 7 ЦАОПов, потом 15, а потом снова 7. Это вам придется объяснять, поэтому будьте готовы. На 2019 год у нас есть с вами соглашение, как я уже сказала, между вашими субъектами Евгением Геннадьевичем Камкиным и любые изменения, связанные с заменой медицинской организации, на базе которой будет организован ЦАОП, замена медицинской организации, которая идет на переоснащение в 2019 году в рамках этого соглашения, требует заключения дополнительного соглашения однозначно. Поэтому будьте внимательны. Следующее соглашение, по всей видимости, мы будем заключать на 3 года, то есть 2020, 2021 и 2022 год, и поэтому нас ждет еще больше сложностей. Планируйте, пожалуйста, посерьезнее эти вещи. Ирина Владимировна, время, пожалуйста. Я заканчиваю уже. Еще один важный момент – анализ СМИ и социальных сетей. Коллеги, пожалуйста, передайте вашим органам управления здравоохранением, чтобы они следили о том, что пишут о ваших диспансерах, об онкологической службе, об онкологах, о наличии лекарств в СМИ и социальных сетях, потому что эта тема мониторится правительством. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Я понимаю, что у всех колоссальное количество вопросов, но давайте мы оставим это на дискуссию, потому что иначе мы вообще не успеем в время. Ирина Владимировна, время, 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 время. Продолжение следует...